я приветствую всех любителей вкусно покушать на моем youtube канале кухня для всех сегодня наше видео будет содержать 3 разных рецепта мы с вами будем готовить сухари сухари сладкие и два вида сухарей гренок с разными вкусными специями решил я приготовить разные так сказать сухарики на все случаи жизни а случаи бывают разные вдруг вы куда-то собираетесь и вам нужен перекус чтобы у вас в кармане лежала заправка ну или вдруг после ваших гуляний вы случайно куда-то попали его и вашим родным и близким нужно вас подкормить какой-то простой и незамысловатой едой сегодня такие сухари мы друзья с вами и приготовим но вообще в целом эти сухари можно использовать в любой жизненной ситуации даже просто в обычном быту они очень вкусные и простые в приготовлении прожимайте лайкосики пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ну и подписывайтесь на канал если вдруг вы еще не подписались добро пожаловать так сказать а мы начинаем как вы понимаете несмотря на кликбейт на и название и заставку мы в любом случае готовим простые домашние сухарики которые может повторить каждый из вас для начала мы подготовим тесто для сухарей ваниль ванильных которые все любят можно макать чай запивать молоком кому как больше нравится количество всех необходимых ингредиентов смотрите в описании под видео на ю тубе я тесто буду замешивать хлебопечки там же она у нас будет подниматься настаиваться но если у вас вдруг либо печки нету делайте примерно то же самое только своими руками в емкость для хлебопечки мы отправляем молоко след за молоком растопленное сливочное масло разбиваем 3 куриных яйца добавляем сметану которую вы можете заменить сливками тут кому как больше нравится я люблю использовать сметану добавляем обычный сахар и соль а также добавляем ванильный сахар следом мы отправляем изюм который очень вкусный и обалденный здесь изюм покупайте по своему вкусу можете заменить на какие-то другие ягоды например там на цукаты или на что-то другое по своему вкусу засыпаем все это дело пшеничной мукой высшего сорта берем кусочек прессованных дрожжей и крошим их сверху на муку можете заменить на сухие дрожжи но тогда примерно три раза меньше по весу их используйте здесь у нас 20 грамм соответственно сухих грамм сильно теперь мы отправляем это дело в хлебопечку чтобы она у нас замесила потом подогрела и подняла наше тесто пока наше тесто замешивается готовится и поднимается мы сделаем два других вида сухариков для первого я возьму вот такой вот кирпичик хлеба если вы еще и хлеб сами приготовить это будет просто шедеврально но я купил признаюсь нарезаем на кубики примерно вот на такие вот нарезаем кубики квадрат а теперь мы подготовим маринад для наших вот этих греночек сухариков мы берем растительное масло наливаем вот в такую кастрюльку который мы будем замешивать напоминаю что количество ингредиентов смотрите в описании под видео масло мы добавляем соль добавляем сладкую красную паприку и добавляем специю хмели-сунели теперь все это дело хорошо перемешаем хорошо распределяем специи по нашему маслу смешаем чтобы нашу соль растворилась теперь мы берем хлеб который мы порезали кубиками и отправляем в кастрюлю к нашему маринаду накрываем крышкой берем за ручки пальцами придерживаем крышку и хорошо все перемешивать в дискотеке аква дискотека царь среди досуга здесь мне будет ну и теперь наши хорошо перемешанные сухарики мы отправляем на противень на который я заранее постелил пергамент ну и теперь наши сухарики мы равномерно распределяем по всему нашему противнюю ну и теперь противень с нашими сухариками мы отправляем в духовку температура 160 градусов примерно на 15 минут здесь смотрите сами от своей духовочки нам нужно чтобы наши сухарики стали хрустячие румяные но самое главное не сгорели ну и теперь мы сделаем еще один вид сухарей из хлеба столичного я сделаю из половинки но если ваши гуляния предполагают длительное время можете сделать из целого режу на брусочки ну и теперь для второго вида сухарей мы также сделаем маринад в этой же уже чистой кастрюли мы также берем растительное масло и выдавливаем в масло чеснок также мы отправляем соль и заранее мелко нарезанный укроп берем все тот же венчик и перемешать абсолютно также размешиваем масле зелень и чеснок ну и добиваемся того чтобы наша соль растворилась отправляем в кастрюлю кусочки нашего хлеба наши брусочки хлеба столичного накрываем крышкой и абсолютно также перемешиваем ну и второй вид наших сухариков мы также отправляем в духовку 160 градусов 15-20 минут погнали а тем временем у нас и тесто поднялось смотрите как она бодренько прям вот так вот прям аж выпирает из нашей емкости вот такой вот у нас случился кусочек теста из которого мы теперь делаем три примерно одинаковых колбас разрезаем на примерно три одинаковых кусочка ну и теперь вот так вот растягивая делаем как бы такой типа багет колбаску вот такая вот у нас примерно получается история на нашем противне мы даем теперь нашему тесту расстояться минут 10-15 и отправляем в духовку температура примерно 180 градусов на 20-30 минут здесь смотрите чтобы у нас все пропеклось подрумянилась и было внешне прям мух как красиво но вот у нас получились три вот таких вот замечательных колбаски багета как хотите называйте и теперь нам нужно нарезать вот так вот и вот так вот нарезаем у нас получилось два у таких протвенечка которые мы вновь отправляем в духовку при температуре 160 градусов минут на 10 на 12 в общем наша задача такая чтобы наши сухарики подрумянились но что подписчики мои вот такая вот у меня получилось прям вот очень ароматная очень чесночная и прям очень ванильная вкусняшка прям обалденный каждый из этих вариантов кушайте друзья эти сухарики с большим при большим и очень большим удовольствием но мне ставьте лайки пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал я ведь для вас старался и как никогда я именно сегодня прошу помочь распространить это видео отправьте шутки ради его своим друзьям пусть они тоже узнают о таких сухарях вдруг они им пригодятся когда они пойдут погулять или попадут в какую-то ситуацию когда будет хотеться кушать а кроме родных помочь-то будет и некому до скорых вам встреч живите вкусно мы скоро с вами увидимся пока пока-пока